В начале июня жители города Азова удивленно взирали на группу ребят школьного возраста, которые совершали пеший переход из села Когольник в палаточный лагерь под Азовом. Это ребята из отряда юных спасателей, православный Витязь, храма Покрова Пресвятой Богородицы, села Когольник. Вы спасатели, а что это значит? Для нас это значит очень многое. Мы помогаем, во всяком случае стремимся помочь людям, помочь как физически, так и морально. В класс спасателей приходят разные ребята, в основном невоцерковленные, которые, наверное, не имеют понятия, как спасаться и от чего, что самое важное в общении с ними и как вы обретаете их доверие. Когда я здесь начал служить, то мы столкнулись с тем, что молодежи и детей очень мало было на приходе. И нужно было их как-то сплотить, заинтересовать. И на базе воскресной школы мы создали класс спасателей. По идее, это получился филиал областной школы здесь, в Азовском районе. Со временем в нашем селе, в селе Когольник, это получило огласку, то есть все услышали и увидели только, и убедились в том, что это очень интересно. Ну, я хочу рассказать о первой встрече с отцом Николаем. Она произошла на первом занятии. До этого времени я никогда не верил в религию, в Бога. Но после трех-пяти занятий я понял, что Бог существует. Меня научили молиться, я стал ходить в храм. Для меня отец Николай – это как наставник. Однажды курсанты во время уборки храма нашли пыльный календарь, где на одной из фотографий они увидели отца Николая на красивой яхте. Батюшка совершал морской поход на Афон в Грецию. Они прошли на своей яхте под названием Центурион 780 морских миль. И все это время с ними была икона Александра Невского. Отряд из 37 человек все свои дела начинает с молитвенного обращения к этой иконе. Недавно во время соревнований православные витязи спасли несколько человек. И это уже не просто детское увлечение. Наш отряд спасателей помогает людям не только в горе, но и в радости. Мы помогаем с церкви устраивать какие-то праздники, присутствуем, помогаем в организации их, в проведении. Нам это очень нравится, нам это интересно. Для нас тут очень много чего делает. Мы пытаемся отвечать тем же самым. А если им придется где-либо оказывать ту или иную помощь, чтобы эта помощь взвездилась именно на любви к ближнему, чтобы дети были духовно крепки и надежны в том плане, что на них можно положиться. Православные витязи не только учатся спасать других, но главное учатся спасать себя от жестокости этого мира, чтобы сердце каждого молодого человека горело любовью ко Христу. Примером такой любви и преданности служит история спасения Абуховского храма «Преображение Господня», купола которого видно из Азова и Ростова. В годы богоборческой власти жители хутора всем миром отстояли его и не позволили закрыть. Казаки говорили, храм у камушей это второй Иерусалим и стоять ему вечно. Я по намаре, мне рассказывала бабушка, что здесь были дети, их вытаскивали отсюда за волосы, но казаки отстояли этот храм, и теперь можно приходить сюда молиться. Пять раз приходили закрывать наш храм, но мы не давали. Мы не давали. Бабушки спали на кафеле, полы шкафельные, а мы уже на клиросе на верхнем, там у нас клирос верхний есть, пол деревянный. Вот поэтому наш храм не был закрыт. Не давали никогда коммунистам. Со всех окраинцев достигался народ. Шли пешком, ехали на подводах, чтобы принять святое крещение, повенчаться. В годы советской власти Преображенский храм стал спасением для многих верующих людей. Красноармейцы приходили с оружием, соответственно. Председатель приходил, который здесь был, женщина. Ну их просто люди элементарно, вилами выгнали, и все. Вот так все просто и было. Эту красоту вы сделали своими руками. А чем отличается Буховский храм от всех остальных? Отличается своей святостью, стойкостью своей. Потому что он пережил многие невзгоды и сохранил свое величие. Храмы святого великомученика, Георгия Победоносца, села Кулешовка, давно стало обычным присутствием на службе людей в казачьей форме. Расскажите о казачьем спасе. Спас – это Господь наш Иисус Христос. И жизнь по спасу – это жизнь по Богу, православных людей. А вот казачий спас – это жизнь казаков, как воинов Христовых. У нас создана танцкая православная казачья община «Спас», в которую ходят как взрослые казаки, так и дети. И вся основа наша, и сердце – это храм Божий, это богослужение, литургия, участие в танцах, исповеди причастия. И вокруг этого стержня выстраивается уже вся остальная быт, культура, обычаи, традиции, которыми богата наша казачья земля. С детьми мы участвуем в походах однодневных, многодневных. Там у них конная подготовка, острова, огневая, пластунская. Это владение традиционными видами оружия. Ногайки, пики, кинжалы, сабли. Вот это организация праздничных мероприятий традиционных с казачьими играми, очень интересными, веселыми. Как и от чего спасает казачий спас? Ну, спасает так же, как вот вера православная от греха и от смерти вечной. Просто это один из способов, будем так говорить, воспитания человека, в данном случае воина, православного. и этот способ дает возможность воспитанному в нем человеку исполнить заповедь Христовую, то, что нет больше любви, чем положить душу свою за други свои. А какое воспитание казачий спас дает нам, девочкам? Традиционное казачье воспитание. И война здесь не так, как мы привыкли, внешняя война, а война, как говорил апостол Павел, не против плоти и крови, а против начала тьмы и духа в злобу поднебесной. То есть, как раз война за свою душу. В свое время Федор Михайлович Достоевский говорил, сатана с Богом борется, а поле битвы сердце человеческое. Вот как раз вот эту войну в сердце и дает почувствовать и научиться воевать казачий спас. Колено прикладни! Встать! К ноге! На плечок! Кругом! Шагом! Марш! К ноге! В 1854 году было положено основание храма в честь иконы Смоленской Божьей Матери Адигитрии. Как рассказал настоятель храма Протеерей Сергий Наливайко, судьба этого храма была печальна, как и судьба многих других храмов России. В 30-х годах он снесен, и лишь в 1991 году по просьбе жителей Батайска началось его возрождение. Когда начали возрождать приход, особенно когда начали строительство одного храма, то люди, батайчане, жители, приносили кирпичи с разрушенной церкви Адигитревской, которая была разрушена, я уже сказал, в 30-х годах. Все эти годы из поколения в поколение передавались кирпичики с старого храма, разрушенного, ожидая, что придет время, когда наступит время, когда будет строиться, возрождаться этот приход и строится новый храм. И символично были заложены эти кирпичи во время закладки нового храма, уже при строительстве в алтарной части, были заложены кирпичи в знак преемственности двух храмов старого и нового. Для меня этот храм значит очень много. Я сюда хожу уже с 7 лет, с 1-го класса. В свое время мы еще, когда были маленькими детьми, когда приезжали машины с кирпичами, кирпичи мы разгружали все вручную. Потом я начал служить в алтаре. Вот видишь, форма, подрясник. Это значит, что я панамарь. Что за фотографию вы держите в руках? Можете меня познакомить? Да. Это архимандрит Мадес Потапов, известный наш донской старец, наместник Старочеркасского москового монастыря. Архимандрит Мадес Потапов, батюшка Мадес, как называли его наши прихожане, являлся духовником нашего батюшки, отца Сергия Наливайка. Незадолго до смерти, когда батюшка приехал, он сказал нашему отцу настоятелю, батюшке, знаешь, отец Сергий, храм будет расти, как грибы, и ты построишь его за три года, но я его не увижу. Он имел в виду, что он видел его уже духовным воззрением. Нам было интересно узнать, чем живет сегодня молодежь Троицкого храма города Батайска. В каком возрасте вы пришли в храм и как вы духовно возрастаете? Ну, нас с сестрой бабушка привела и записала в воскресную школу, когда нам было 8 лет. Храм, конечно, очень сильно повлиял на мою дальнейшую судьбу, потому что, будучи еще маленькой, я стала петь в церковном хоре и решила связать с этим свою профессию. Я поступила в музыкальное училище и закончила хородежжорское отделение. Со своим мужем я познакомилась в православном лагере. Он тоже православный, но он ходил в другой приход, в Ростов-на-Дону. Ему так понравился наш приход и наш батюшка, что после того, как мы обвенчались, он решил меня отсюда не забирать, а остался здесь. Мы находимся в таком красивом здании. Когда мы ходили в воскресную школу, конечно, мы занимались еще рядом находящейся в музыкальной школе и не было, конечно, возможности именно в таком своем собственном здании заниматься. Видите, здесь есть плакаты, с чего и начиналась в принципе деятельность молодежного движения. Именно с идеей организации концерта 9 мая у нас как бы началась какая-то работа. преемственность поколения очень... чего не хватает в современном мире. В храм пришла я еще в детстве. Потом в юношестве уже... поэтому в юношестве уже понимала, что значит настоящая семья, семейные ценности. С мужем мы познакомились также в храме. Он пел на клиросе. Вот сейчас воспитываем сына православной вере. Сегодня как раз нам 4 года совместной жизни. Изменилась ли жизнь в городе Батайске после появления такого крепкого прихода? Храмы это не только украшение архитектурное города, вот он приукрасился, но это в первую очередь духовная основа города, без которого развитие невозможно. И это еще и возрождение истории. Скажите, а какие святыни есть в вашем храме? В нашем храме на храме прибывает очень много частичек святых мощей. Одних из первых появились мощи преподобного Иоопочаевского. 4 года в Почаевнике мы не давали в свое время, в 90-е годы не давали мощей, частички. Но нам владыка Тернопольский владыка благословил частичку мощи Иоопочаевского. И в честь этого мы один из пределов нового храма назвали Иоопочаевского. Здесь находятся мощи всех преподобных отцевки и пещерских. Вот с ближних пещер, а вот с дальних пещер. Каждое богослужение на этих мощах у нас дежурит Пономарь. Пономари чередуются по очереди, и всю службу стоят у открытых мощей. Так что можешь приложиться. Не каждый может сейчас поехать в Киев по чаю, но здесь и Киев по чаю. Приход связан крепкой многолетней дружбой с Когольницким интернатом для психохроников. Приезжают они, привозят деток, Татьяна Николаевна, воспитательница, очень такая добрая, отзывчивая женщина, которой и должны такие люди трудиться в этих учреждениях. Она привозит их как мама, проводим экскурсии, показываем храм, они посещают даже колокольню, а потом, конечно, обязательно причащаются в нашем храме. И непременным условием завершения наших встреч бывает праздничная трапеза. Они всегда довольны, остаются батайским борщом. Эти дети именно каждая мелочь, каждое внимание им трогает до глубины души. И то, что у них в душе отражается всегда в их взгляде. Это всегда очень приятно и хочется делать что-то еще больше. праздничная храм. святой богородицы. Но храм это красота, это душа русского народа. Бога не бывает много. История нашей страны, она вся прошла через православие. И не почитать предков наших и нашу веру, это на уровне предательства. отец отец Александр для для чего нужен еще один храм в городе Азове? Это не еще один храм. Это историческая справедливость. Здесь стоял храм. До революции здесь у нас в Азове при численности 25 тысяч населения людей было пять храмов. А сейчас при численности 82 2 тысячи населения у нас всего три. И эта историческая справедливость мы должны ее исполнить и восстановить на прежнем месте Успенскую соборную церковь. Это был главный храм города Азово. Это был четырехпрестольный красивый соборный храм. Первый престол был в честь Успения Престой Богородицы, память которой мы сегодня праздник празднуем. Второй престол был святитель Николай чтимого святого, очень почитаемого на все Руси, соответственно в городе Азове. Третий престол был святитель Митрофана Воронежского потому что он был епископом Азовским и после прославления сделали престол открыли. И Константин Еленовский. Это все было в одном храме. Поэтому я уже говорил людям, что народ, который не помнит свою историю, он обречен на вымирание. Ты прошел крестным ходом к месту строительства нового храма. А зачем нужен храм? Чтобы люди молились и чтобы Господь их услышал. Чтобы Бог помнил о людях и чтобы люди помнили о Боге. Для того, чтобы все люди спасались и все попали в рай. Наш город очень красивый. И если там будет больше храмов и будет больше добрых людей. Чтобы причащаться, исповедоваться и спасаться. субтитры Субтитры подогнал «Симон»